всем привет и спасибо что вернулись в крипто вселенную сегодня мы поговорим с вами о биткоине красота математики часть 37 если вам ребят нравится этот контент обязательно поставьте лайк под видео подпишитесь на канал а также посмотрите распродажу которая сейчас происходит на нашем сайте into the cryptoverse . ком но давайте к делу мы выпускаем видео из этой серии в начале каждого месяца и причина заключается в том что мы хотим обеспечить постоянное наблюдение за тем как данный класс активов развивается в виде функции времени и конечно на каждый день или на каждую неделю мы увидим множество шума но обновляя информацию ежемесячно должно обеспечить нам возможность определения конечного направления движения этого актива в целом самая главная задача этих выпусков заключается в том чтобы оценить хоть это и большое допущение но все же оценить что справедливая стоимость класса активов крипто увеличивается будучи функцией времени причина этого заключается в том что мы считаем или по крайней мере я считаю что происходит распространение в масштабах очень большого таймфрейма ежедневно можно это не увидеть но если посмотреть на крупном периоде времени то можно увидеть что распространение происходит активно и конечно же справедливая стоимость класса активов монотонно увеличивается это означает что она всегда движется только вверх но рынки с другой стороны не движутся только лишь вверх они обычно стремятся двигаться вверх рынке обычно направлены вверх но иногда у нас возникают и медвежьи рынки вы можете видеть что целиком данный класс активов стремится к росту в виде функции времени здесь на графике мы показываем общую капитализацию крипто рынка и как функция времени капитализация рынка крипто стремится вверх мы можем так утверждать теперь в любом конкретном цикле у нас есть бычьи и медвежьи рынки а также года с аккумуляцией почему бы и нет но будучи функции времени если мы уберем шумы справедливая стоимость движется вверх и капитализация рынка движется вверх однако капитализация крипто рынка переживала фазы переоценки а также фазы недооценки посмотрите мы были переоценены во время 2011 а также 2013 2017 и 2021 также вы видите что мы были недооценены в 2012 в 2015 и 16 а также большую часть 2019 и 20 годов и конечно же середина 2020 по настоящее время поэтому в целом есть фазы когда мы были переоценены а также фазы когда мы были недооценены но мы должны себе напомнить что мы провели много времени на территории переоценки и территории недооценки обычно мы переходим и находимся в зоне переоценки не несколько месяцев а стремимся остаться там на долгое время но конечно же есть и некоторые исключения в 2019 мы мало провели времени на территории переоценки и это был год перед холдингом в 2015 мы были очень близки от того момента чтобы пробиться в эту зону но не смогли этого сделать а также вы можете видеть что в 2011 мы были на этой территории достаточно короткое время так но если говорить про эти устойчивые движения которые приводили нас на годы или даже более когда мы находились над логарифмической трендлинией то это моменты к которым мы стремимся конечно не всегда есть примеры когда вот это движение возникло перед тем как произошел холдинг но обычно такие ситуации происходят после холдинга по крайней мере мы это наблюдали последние три цикла теперь на 1 июля общая капитализация крипто рынка приближается к одному целому и сто девяносто восьми тысяч нам триллиона справедливая же стоимость в соответствии с данным набором а этот набор включает все данные составляет 1 . простите 2 . и 0,87 триллиона это означает недооценку на уровне приблизительно 42 и 67 сотых процента вот интересная вещь в том что действительно весь последний год капитализация рынка в большинстве двигалась в боковике если мы укрупним картинку и конечно же это кажется кажется что это было в течение всего года но если мы будем с собой честны сегодня капитализация рынка крипто плюс минус соответствует капитализации крипто рынка которая также была год назад за это время мы проходили более низкие уровни оценки а также более высокие и пока цена биткойна находится на самом высоком годовом уровне на уровне 31 к общая капитализация крипто рынка в этот момент не показала нам годовой максимум это нас приводит к идее о том что мы сейчас и переживаем вместе с вами фундаментальное смещение того куда люди все больше помещают свои деньги и я думаю что это то как раз что мы видели это ротация капитала из рынка альткоинов в bitcoin вот что я говорю уже много раз на протяжении последнего года у нас происходит фундаментальное смещение в распределении денег людьми они все больше заинтересованы в активах лидерах во время этих фаз цикла нежели чем в рисковых альткоинах и обычно в этих годах предшествующих холдингу обычно происходит такой оборот капитала люди выходят из рисковых активов и выбирают классический биткоин и на мой взгляд я не вижу причины в том чтобы этот цикл отличался от предыдущих мы это уже видели потому что пока общая капитализация рынка более-менее сохраняется на одном уровне за последний год доминация биткоина выросла с 39 процентов до 51 процента так что еще раз мы наблюдаем с вами этот оборот капитала и в любую конкретную неделю или месяц это может быть не так очевидно это может быть не так заметно но если картинку отдалить то мы это увидим это становится ясно видно и один из вопросов которые от вас получаю на данную серию выпусков заключается в том что почему я выступаю так сильно против альткоинов когда мы находимся в территории недооценки так и нужно признать это хороший вопрос во время предыдущих циклов я был бы вместе с вами и находился в альте так но что по крайней мере я понял для себя путешествуя по крипто вселенной что обычно биткоин обеспечивает лучшее скорректированный на риск прибыли во время данных фаз цикла если вы взгляните на большинство альткоинов то увидите что они стекают кровью в паре к биткоину это не значит что в каком-то месяце они не могут вырасти но если посмотреть в макро масштабе большинство альткоинов падают к биткоину поэтому вам есть смысл оценивать ваш портфель с точки зрения ценности сатоши если вы провели последний год накапливая альткоины то может быть они сохранили уровень в паре к везде который был у них год назад но многие упали даже более чем на 50 процентов если вы посмотрите то можете допустить что ничего страшного в этом нет просто биткоин показывает значительно лучшие результаты но вот почему я продолжаю повторять что говорил ранее и продолжаю говорить сейчас во время этих фаз цикла портфели загружены биткоином в большей степени стремятся показывать лучшие результаты чем те которые больше загружены альткоинами но каждый раз когда я говорю иногда образуются и откаты сказать это будет честно поэтому возникает идея того что некоторые альткоины обгоняют биткойн так почему же я их игнорирую я их не игнорирую если вы понимаете суть того что я говорю всегда будет появляться что-то новое выстреливающее вверх всегда будут какие-то альткоины движущиеся против тренда но общее направление движения это вращение капитала из рынка альткоинов в биткоин было всегда и мы это с вами видели и я думаю что это продолжит повторяться еще достаточно долго но кто знает что будет в июле я не знаю но обычно мы видели что данный тренд отыгрывал и еще одна интересная вещь в отношении этого графика в том что по крайней мере до настоящего момента все выглядит больше похоже на этот цикл вот здесь чем вот этот 19 года так как в данном цикле произошло то что капитуляция привела нас даже ниже оценки кривой линии регрессии а затем мы двигались бы к веке до того момента пока не достигли нижнего диапазона полосы регрессии и что здесь также интересно что капитуляция января 2015 не привела нас так и низкая сюда пока не пришел третий квартал 2015 но а что у нас сейчас что ж вы видите что мы опустились ниже этого середине 2022 но мы все еще не достигли нижней зеленой трендовой линии логарифмической регрессии пока не достигли но конечно же нет никакой гарантии что мы не коснемся если посмотрим на предыдущие циклы мы увидим что мы приближались не очень близко но как я и говорил ранее есть идея в том что настоящий бычий рынок реальный бычий рынок которого все ждут образует устойчивый период новых исторических вершин они просто движение подобные 2019 и она обычно образуется после того как мы оказываемся в нижней части полосы регрессии нижней границы трендовые линии логарифмической регрессии вот что говорит нам история но если мы с вами подумаем об этом с точки зрения цены за последние шесть месяцев то определенно не складывается ощущение что это боковик многие могут сказать что рынок находится в боковике но я с вами не соглашусь посмотрите на этот график вот таким его история скорее всего и запомнит и аналогично тому как мы смотрели сюда и говорили о том что здесь рынок шел в боковике тогда вероятно вы посмотрите сюда и тоже скажете что рынок шло в боковике но как только вы проходите самостоятельно через него это боковиком не кажется но почему это не кажется боковиком что же одна из причин потому что bitcoin сделал 2x также bitcoin сделал и здесь 2x еще одна причина того что это не кажется боковиком в том что в целом движение цены образовывала восходящие низы но почему тогда похоже что весь рынок движется в боковике а потому что рынки альткоинов опускаются ниже так поэтому пока bitcoin то время как bitcoin в целом двигается вверх как вы видите здесь сами в общем bitcoin движется вверх total 3 рынка альткоинов двигаются вниз поэтому еще раз если мы наложим цену биткоина на топ 3 альткоинов то и получится то почему кажется что общая капитализация рынка крипта движется в боковике так когда пока bitcoin идет вверх мы видим в некоторой степени дивергенцию total 3 альткоинов движущихся вниз и вот почему на мой взгляд аргументы того что хоть мы являемся свидетелями на мой взгляд обращение капитала она происходит из активов менее ликвидных в активы более ликвидные и вот почему если мы посмотрим на total 3 альткоинов в отношении к биткоину то получим отличный осциллирующий индикатор и конечно же если мы с вами отдалим картинку то увидим то о чем я и говорю мы видим приливы и отливы от одной крайности до другой и когда ты наверху вот здесь чтобы не происходило ты пойдешь вниз а внизу никто не думает что мы пойдем снова вверх но я действительно верю что то что происходит сейчас это оборот капитала из альткоинов в bitcoin так как эта часть падает а доминация биткоина растет и вот почему мы говорим об этом так много времени ведь дело в том что только лишь моргнов вы можете это пропустить ведь вы можете допускать что сейчас все в крипто вселенной чувствует себя отлично но на самом деле рынок альткоинов закрылся тремя красными месяцами подряд вы можете сказать что это правда ведь это не ощущается определенно складывается ощущение что последние несколько месяцев были не такими плохими а дело в том что вы просто смотрите на биткоин посмотрите на рынок альткоинов подряд три красных месяца и повторюсь обращение капитала поэтому биткоин идет вверх а рынок альткоинов идет вниз а в сухом остатке общая капитализация крипто плюс-минус идет в боковике но конечно она может колебаться в пределах нескольких миллиардов что такое несколько миллиардов для друзей данный класс активов имеет врожденную влатильность и мы должны ее принять такой какая она есть да сейчас капитализация крипто рынка равна одному и сто девяносто семи тысяч нам триллиона справедливая 20 87 триллиона представляющую примерную недооценку на уровне 42 и 67 сотых процента но как я и говорил буквально в каждом видео я полагаю я верю что мы останемся на протяжении всего этого года между этими двумя трендовыми линиями я не думаю что мы с вами увидим выход за пределы этих двух трендовых линий на некоторое время мы можем отклониться всегда есть вероятность того что мы на некоторое время можем отклониться как мы видели в 2019 всегда есть шанс что мы пойдем вверх или пойдем вниз но я ожидаю что мы проведем или целый год или большую часть этого года под красной линией и над нижней зеленой и по сей день это ожидание выдерживается в единичные конкретные дни рынок может себя вести безумно но отдалите картинку и удивитесь тому зачем вы переживаете о рынке во время этой фазы рынка вот так что на мой взгляд как я уже и говорил bitcoin оставался и по крайней мере какое-то время будет оставаться лучший скорректированные на риски прибылью внутри крипто вселенной я думаю что он обеспечит с точки зрения рисков и вознаграждения лучшую возможность в данной фазе цикла это не значит что bitcoin не пойдет ниже мы знаем он может но если он пойдет ниже это будет значить что альткоины пойдут скорее еще ниже а если bitcoin пойдет вверх мы будем ожидать падение рынка альткоинов к биткоину так как мы находимся в фазе цикла когда происходит это вращение капитала общая капитализация рынка в боковике биткоин идет вверх а тотал 3 альткоинов идут вниз и чтобы нам не показывал биткоин мы будем ожидать его лучший показатель в отношении к альткоинам неважно пойдет ли он вверх или вниз это наше общее ожидание далее если вы возьмете процентную разницу между общей капитализации рынка и логарифмической трендовой линии справедливой оценки то получим вот такой график и мне он очень нравится я думаю что он показывает нам очень убедительную историю что отклонение от справедливой стоимости уменьшается с каждым рыночным циклом верно касается зеленую линию но отклонение от справедливой стоимости уменьшается в каждой крупной вершине вы видите сами по мере того как мы движемся внутри циклов это становится ясным что еще становится ясным то что мы стремимся проводить все больше времени на территории недооценки и как я упоминал ранее повторю снова в этом цикле картина больше похоже на вот эту чем на последний цикл потому что в последнем цикле мы всего лишь немного провели в зоне недооценки отскочили вверх затем опустились вниз примерно на девять месяцев после чего оказались в очередном бычьем рынке и поднялись вверх на 20 икс действительно за очень короткий период времени так что же происходит сейчас где мы сейчас давайте посмотрим на это вот так если бы общая капитализация рынка показала бы нам что-то действительно впечатляющее то почему график выглядит вот так верно здесь мы особо не видим никакого движения это буквально ничто сравнение с бычьим рынком который мы видели и опять вращение капитала если бы мы построили график скажем для биткоина он бы выглядел более убедительно а если строим для всего рынка то он не выглядит таким уж убедительным потому что рынка альткоинов плохо и из-за того что им плохо на мой взгляд и стала причиной роста цены биткоина так как ликвидность уходит из рынка альткоинов к лидерам рынка еще один важный момент как я также упоминал ранее мы сейчас находимся на недооценке примерно уровня 42.67 процента я бы сказал 43 процента недооценки если мы посмотрим на то где мы были в прошлом цикле когда действительно серьезное движение вверх нас привело к новым верхам то увидим что мы на самом деле были примерно на уровне 57 58 процентов недооценки но конечно же это не совсем справедливое сравнение так как вот это движение здесь полностью не захватывает свечу если мы включим целую свечу мы увидим что на самом деле мы опускались еще ниже дело в том что этот график используют дневные данные но если мы включим и фитиль то увидим что мы опускались значительно ниже примерно ближе к уровню 65 процентов недооценки и что еще интересно если мы посмотрим на предыдущий цикл то увидим что мы коснулись примерно 60 процентов недооценки здесь у нас была недооценка на уровне 60 процентов если не брать данный фитиль то есть в общем то недооценка была на уровне 65 процентов в этом цикле не оценка была на уровне 60 процентов а циклом ранее я до оценка была на уровне примерно 40 процентов но цикл перед этим недооценка составляла примерно на уровне 65 процентов то есть 65 процентов 65 процентов вот здесь если включить фитиль и 60 процентов самая нижняя недооценка которая у нас образовалась в этот раз было чуть более 50 процентов может быть где-то 51 процент примерно так самая нижняя недооценка которая была в данной фазе этого цикла если брать данные закрытия дневного таймфрейма до были фитили еще они же но мы сейчас на них не смотрим так что на мой взгляд то заключение которые мы с вами составили заключается в том что движение в настоящий момент стремится вбок дробь вниз теперь движение вниз не означает что капитализация рынка будет терять свою оценочную стоимость это не значит что не произойдет но не значит что должно не забывайте справедливая оценочная стоимость это монотонно увеличивающаяся функция поэтому даже если бы мы двигались в боковике мы бы удалялись все дальше от красной линии от красной трендовой линии логарифмической регрессии боковик бы нас от нее уводил вот почему движение в горизонтальном направлении добавляет нам еще больше недооценки если бы двигались боковике до того момента пока не достигли зеленую нижнюю границу то это бы заняло от момента того где мы сейчас для общей капитализации рынка приблизительно до момента середины лета 2024 то есть примерно целый год с текущего момента столько бы потребовалось времени чтобы достичь недооценку в 65 процентов если бы капитализация рынка оставалась на текущем уровне если бы мы сделали что-то похожее на 2015 16 годы двигаясь боковика до ее достижения то с момента это примерно бы заняло целый год но если бы мы начали движение вниз то это бы привело нас примерно к 70 миллиардов для капитализации рынка примерно к этому значению если бы мы пошли вниз аналогично тому как мы сделали в предыдущем цикле то в первом квартале 2024 аналогично первому квартала 2020 сделали бы то же самое первом квартале 24 то уровень соответствовал у примерно 900 миллиардом поэтому это все зависит от того в какой момент это произойдет и конечно это не обязательно должно произойти нет никаких гарантий у нас нет гарантии не для чего что конкретно может произойти есть ожидание того что может произойти есть вероятности того что может произойти какой-то конкретный день неделю или месяц но точно знать невозможно и в конечном итоге я определенно не могу вам сказать какая цена биткоина или любого из альткоинов будет завтра. Мое общее понимание рынка заключается в том, и иногда оно может быть определенно ошибочным, но мое общее понимание рынка в настоящей фазе заключается в том, что мы наблюдаем обращение капитала от рынка альткоинов в биткоин. Доминация биткоина растет, независимо от стоимости биткоина к USD. Общий рынок движется в боковике, биткоин растет вверх, а тотал три альткоинов падают вниз. Вращение капитала. 43% недооценки. Аналогичный уровень, который мы видели на протяжении большей части этого года, даже с учетом, что биткоин вырос. Так что суть в том, что если бы мы вернулись в то место, где мы были в ноябре, в какой-то момент, это бы и близко не заняло столько времени, чтобы добраться до недооценки в 65%. Если бы вернулись к тому, что было в ноябре, то это бы заняло всего лишь время до сентября 2023, чтобы достичь недооценки 65%. И еще одна интересная мысль. Есть хорошая вероятность того, что общая капитализация рынка может образовать новое дно, но не биткоин. Есть определенная вероятность, что весь класс данных активов пойдет еще ниже, а биткоин образует восходящий низ. Потенциально есть вероятность того, что это произойдет. И причина того, что это может произойти, заключается в том, что люди уходят из рынка альткоинов в относительно безопасный биткоин. И хоть это не наиболее вероятный сценарий, о нем все равно помнить необходимо. Так как мы видим, что пока биткоин идет вверх, тотал три альткоина ушли вниз. Обращение капитала. Так что, в конце концов, мы с вами наблюдаем, что требуется все больше времени нахождения в зоне недооценки. Я также кратко хочу вам напомнить о том, что я был крайне критичен за последние 18 месяцев к рынку альткоинов. Я очень надеюсь, что вы понимаете, почему я так делаю. И если нет, то вероятно, это моя вина, что я был недостаточно хорошим объясняющим, рассказывая вам, почему биткоин, по крайней мере, в настоящей фазе, был и, на мой взгляд, остается и будет оставаться лучшим вариантом вознаграждения с учетом риска. Но я также должен сказать, что если вы продолжаете накапливать в альткоинах, и я уверен, что здесь я говорю о очень многих людях, если вы накапливали альткоины и продолжаете их удерживать, и вы находитесь в минусе в своем портфеле, и вы ругаете себя за то, что покупали альткоины в июне прошлого года, а теперь находитесь в минус 50%, наблюдая, как биткоин сделал 2х от своего низа, в то время как альта упала на 50%. Что ж, давайте вернемся к августу 2022-го. Тотал 3 альткоина составляли 453 миллиарда. Это большое падение, около 27%, плюс-минус. А биткоин вырос значительно от своего уровня в июне, вершины 2022-го, на 20% для биткоина и минус 20% для альты. В среднем. Некоторая альта упала значительно больше, а некоторые биткоины обгоняют биткоин, и, возможно, вы задаетесь вопросом, о чем я вообще здесь говорю? Вы можете быть не согласны со мной, имея именно эти альткоины. Но я повторю то, что говорил ранее. Это не значит, что некоторые не будут показывать лучшие результаты. Многие могут и будут. Речь про то, что если брать весь класс активов, то сейчас мы в фазе, когда большинство из них к биткоину падают. Это не означает, что нет альткоина с капитализацией в 5 миллионов, который взлетел на 100% с последнего вторника. И вы думаете, что это лучшая вещь в мире. Я так не говорю. Речь про то, что в целом, то, где мы находимся сейчас в цикле, показывает перетекание капитала из рынка альткоинов в сторону лидеров рынка. Так? Так что должен сказать то, что говорил ранее, что если вы находитесь в ситуации, когда вы покупали альткоин и сейчас вы в минусах, на 20-30%, и задаетесь вопросом, почему я не покупал альткоин? Ведь он растет. Я вам скажу. Мне это говорить легко. Я проходил через эти циклы более одного раза и проходил через тяжелые моменты. Много раз. Это не просто я смотрю на графики и понимаю, что это произойдет. Я прожил эти кровавые времена в прошлом. Так что это более чем просто предупреждение, что более вероятно, биткоин будет показывать лучшие результаты, чем остальной рынок какое-то время. Я вам скажу, что, вероятно, некоторые из альткоинов вернутся. Даже с учетом того, что я верю в то, что альткоин крылоточит в отношении биткоина, я верю, что некоторые из них все-таки вернутся. А некоторые легко могут показать исторические вершины. Но так никогда не кажется. Особенно в годы перед халвингом. Многие альткоины в минусе на 95%, а в конце года они могут упасть еще ниже. Я не знаю. Но некоторые из них в конце концов вернутся. Но опасность в том, что некоторые не вернутся. И вам это надо принять. Это реальность, с которой нужно смириться, в том, что некоторые не вернутся. Они могут просто погаснуть. Все зависит от качества проектов, которые вы инвестировали. Но правда в том, что многие из них никогда не вернутся. Многие из них – это лишь краткосрочный заработок. Люди, которые участвовали в этом проекте и его рекламировали в Твиттере, потом берут и исчезают. Эти, вероятно, не вернутся. Но некоторые проекты, которые этим не занимаются, а пытаются строить что-то полезное, такие могут вернуться, когда наступят лучшие времена. Так что я лишь говорю о том, что да, я был критичным к рынку альткоинов, и вероятно, я все еще буду оставаться критичным к ним, по крайней мере, несколько месяцев, пока не увижу, что пары альты к биткоину начнут возвращаться к уровням, которые я ожидаю. Но в конечном итоге, это территория недооценки, в которой мы сейчас находимся, и некоторые проекты могут взять и восстановиться, даже от этих уровней, даже с учетом того, что общая капитализация идет в боковике, а альта падает. Вот так. И я думаю, что в этом и есть проблема. Это как падающие вниз лезвием ножи. Это очень тяжело предсказать и понять, когда нож остановится. Если посмотреть Total 3 альткоинов на месячном графике, мы можем увидеть, что это очень похоже вот на эту ситуацию. Вниз, вверх. Картина в большой степени становится похожей. В любом случае, об этом помните. А я буду продолжать делиться своим мнением по поводу рынка альткоинов. И то, как я вижу это расположение, я думаю, что они продолжат падать к биткоину. А мы оставшееся время этого года проведем между этими двумя логарифмическими линиями. При этом, я думаю, что в конечном итоге мы достигнем уровня недооценки в 65%. Но все, что могу сказать, это может быть даже не в этом году. Может, в начале следующего. Последний цикл – это было в первом квартале года с халвингом. А в предыдущем цикле – это был третий квартал года предшествующего халвингу. Так что никто не знает. У нас есть окно в три квартала. Основываясь на истории. От третьего квартала года перед халвингом до первого квартала года халвинга. Так что подождем и увидим. Но в целом, мое ожидание по данному классу активов – это достижение 10 триллионов. Я уверен, что мы в конечном итоге достигнем 10 триллионов. Это цель, которую мы ставили на данном канале много лет назад. Я знаю, что сейчас мы на одном триллионе, и особо не похоже на то, что 10 мы можем достичь. И, честно говоря, вероятно, это не произойдет. Но ведь мы никогда не знаем то, что будет в будущем, особенно через несколько лет. Посмотрим, что у нас будет. Но, повторюсь, общее ожидание – достичь вехи в 10 триллионов долларов. Плюс-минус несколько триллионов. По мере того, как ложимся спать, мы не можем не задаться вопросом, что такое несколько триллионов среди друзей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова